Для того, чтобы было разделение труда, его надо разделять из человека, который на первой части выполняет все эти функции. То есть, короче, если по-простому, если в вашей главе нет трафика, то в вашей главе никогда не будет трафика. Вы не сделаете это путем нахождения правильного человека. Как ты думаешь, все ли эксперты должны проходить пункты или поднять управление? Это зависит от цели, которые есть у человека. Если задача, это неизбежно. Это неизбежно, при том, с моей точки зрения, это наиболее... То есть, то, что этому мешает, это говорить себе, я не управление, я не... То есть, это навешивание своей руки. Потому что каждый из нас содержит в себе все. Каждый из нас умеет управлять, каждый из нас умеет создавать продукт, и каждый из нас умеет продавать. Но наши какие-то комплексы и ограничения мешают делать это корректно. Способ, а управление же это очень интересная вещь. Ведь это, на чем строится управление? Это корректный конфликт, это умение. Ведь управление, это причинение осознанного насилия другим людям с целью побудить их на некое действие. Управление неизбежно. То есть, а я буду вот таким вот лопушком управления. Ноль раз такое говорю. Управление, это неизбежная способность конфликтовать с другими людьми, продвигая свои интересы. Другое дело, что ты можешь это делать на высоком уровне управления, никто с тобой уже бороться не хочется. То есть, высшая стадия борьбы – это партнерство. Партнерство – это высшая стадия борьбы. Это искусство. Окей. Вторая стадия была построение управления. Да, это когда мы начали. Ты понял, что ты не управленец, ты стал искать управление, чтобы было знакомство дальше с Сашей. Да, и мы вместе начали. То есть, все было хорошо, пока я был в плотной партнерстве с ним. И была какая гипотеза, на миллион сот продавцов, если у нас... Сейчас, просто интересная была технология, которую ты применил, мне кажется, это было бы непопытно залу. То есть, Петя стал искать, кто круто управляет, соответственно, появился Саша, ну, мы так и делали консанты Метапланом. И, соответственно, Петя взял у Саши коучинг. Ну, Саша был директор Мегапланта, Саша Волчин. Петя записался к нему в коучинг, платил ему там какую-то денежку, чтобы он помог в управлении. Я заставил его, я как бы побудил его взять у меня деньги, чтобы создать контекст равнаценного общения, чтобы, короче, он со мной общался регулярно. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Как, как бы, вообще, как побудить человека прийти работать к вам? Нужно, вот понимаете, нужно, чтобы человек начал вкладываться в вас душой, первым. Чтобы он начал вкладываться в вас душой, он должен увидеть, что то, что он вам говорит и делает, приносит результат. И чем больше, то есть, для него взаимодействие с вами должно быть более легким и приятным, чем все остальное в его жизни. Он здесь складывает немного, и он видит, что его компетенция, его способность, которая для него легкая, является суперзначенной и ценной в вашем бизнесе, и вы делаете результат. Как сделать так, чтобы женщина вас полюбила? Нужно быть хорошим по отношению к ней, да? Ни хрена подобного. Нужно сделать так, чтобы она начала в вас вкладываться. Мы любим не то, что хорошо по отношению к нам, а то, по отношению к чему мы вкладываемся. Вот то, во что мы вкладываемся, мы то и любим. И очень важно, чтобы человек начал в вас вкладываться. А чтобы он начал вкладываться, вы должны быть способными принимать помощь других людей корректно. Да? Но если это манипуляция, то она все равно ухом вас будет бить по голове, в конце концов. Но, вот, и вот так, да, было. Соответственно, момент объединения с Сашей, да, что пошел вот этот квантовый скачок. Да. Квантовый рост. Как-то осталось вниматься на моего сотрудника, да? Вы напишите, пожалуйста, вот этот. Я бы сказал, что я бы сейчас сделал по-другому, потому что мы расстались, и мы расстались как бы корректно, да, но мы расстались. Если бы я сейчас был с теми мозгами, я бы сделал более корректную вещь. Вот бывает любовь, и ты хочешь жениться сразу. Но вот, то есть, я считаю, что к новому росту всегда ведет какое-то новое партнерство, новое взаимодействие. Но в взаимодействие нужно заходить корректно. И вот сейчас, когда мы заходим с новыми людьми, мы обозначаем. Вот мой учитель сказал мне такую штуку, что каждый год вы расходитесь, и потом, если вам хорошо, вы сходитесь с обратно. Да? То есть, это очень освобождающая мысль. Что первые три года до того, как вы зашли в устойчивое взаимодействие, взаимодействие должно быть легким. И поэтому круче договариваться не навсегда, а на период, вот по таким условиям. То есть, сразу договориться о корректном расхождении. Что вот, то есть, мы сойдемся на второй год, только если нам будет хорошо настолько, что мы захотим перейти во второй год. А это не будет обузой. Это, по-моему, вообще охранительная штука. И, да, это не очень приятно, потому что нужно иметь смелость, потому что легко, ой, все, это мой партнер, убери 30%, 50%, забирай. За то, что мы так хорошо в кафе с тобой посидели и поговорим. Да, вот это стремление быть хорошим, оно вредит. А вот стремление быть занудой на вот этом этапе, да, и сказать, я тебя очень люблю, ты мне очень нравишься, ну давай обсудим, как это будет работать. Да, ну то есть, одно дело, когда ты входишь в партнерство, тебе нечего терять, как бы, да, а другое дело, когда есть что терять, а он теряет обидно. Это ладно, мы с Сашей, мы же ему долю дали. Это хорошо, что мы были, как бы, грамотные, и он был корректный, этичный человек. И мы нашли способ правильно разойтись. А так бы это могло быть большой проблемой, так, да, вывести из доли человека, который ты не хочешь, чтобы был больше с тобой в проект. Поэтому надо уметь заходить корректно и для этого обсуждать. То есть, я предлагаю просто, то есть, что нужно, две вещи. Первое, тестовый проект, на котором мы сработаемся, который может быть полгода, да, и годовой период с вот такими условиями. Например, что сделать корректно? Все, что наше, это наше. Все, что мы создали вместе, новое, вот от этого давай будем делить. На первом этапе это абсолютно корректно. И, ну, видите, это формулу, просто как мы это делаем. Да. Да? То есть, мы говорим, на первый год, вот от нового проекта, который мы сделаем, мы там партнеры. Если не получится, мы хрен бы с ним похоронили. Да? Ничего страшного. Но от текущего проекта мы сделаем следующим образом. Вот. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у Акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. В конце года, вот примерно наша оценка будет такая, что с дополнительного роста вот столько процентов мы даем тебе, но на самом деле мы сделаем так. Мы делаем так, что условия на первый год понятины. То есть, не детально прописано, а понятины. Почему? Ну, типа, если мы не договорились об оценке друг друга, о корректной оценке вклада друг в друга, и мы повели себя, как мудаки, и кинули тебя, а ты повел, как мудак, и кинул нас, то это нормально. Такое может в первый год случиться. И мы заходим в партнерство со сознанием, что такое может быть. И даже если такое случится, фактом входа взаимодействия мы идем на этот риск. Но так как мы люди нормальные, мы договариваемся о следующем. Что вот примерные условия такие, но в конце года, если мы будем расходиться, то твою роль мы оценим, и ты оценишь. И мы договоримся о справедливой оценке для двух сторон, если мы будем расходиться. Но даже, и мы расстанемся, как джентльмены. Но даже если этого не случится, и мы расстанемся плохо, как мудаки, то мы на это согласны. Но для того, чтобы не было вот этих завышенных гражданин, что мы сначала хорошие, а потом, если мы поведем себя как мудаки, разные бывают конфликты. Мы об этом договариваемся. Все идет по плану, который мы запланируем. И поэтому нормально. То есть ты остаешься нормальным человеком после этого, и мы остаемся нормальными людьми после этого, потому что мы же договорились. То есть вот супер штука, которая договорится о худшем сценарии мудаков. И сделать его приемлемым для бега сторон. И все, что сверху, это супер. Ну вот, это мой метод вхождения в партнерскую. Соответственно, Крюстер, интересно, но подливая карма. Интересно, то есть, смотри, получается чисто эволюционно, интересно в этом разрезе рассмотреть. То есть ты такой, как бы, я эксперт, я хорошо выступаю, я тут что-то организовываю, управляю одной девочкой, потом осознание, что я не могу управлять, мне нужна помощь, поиск ей помощь. Ну, я понимал, что я организатор, но я думал, что я не могу построить систему. Хорошо, я не могу построить систему. Это самое главное, кстати. Я эмоциональный и так далее, сейчас ты считаешь, что это такое мыслью. Дальше ты ищешь партнера, увлекаешь партнера, у вас идет сильный рост. Партнер по большей части этим занимается. То есть какова твоя влияние на управление? Тогда была очень сильная спайка наша. То есть некорректно сказать, что у меня привлек партнера, и он это сделал. Тогда была как раз, вот, партнер дал очень много действия и энергии. Да, у нас была клевая спайка, стратегическая и тактическая. То есть он был очень энергично действовал. И я понимал, что нам нужно делать, исходя из текущей ситуации. Просто это настолько часто... То есть здесь сложно сказать, наверное, есть люди совсем без управленческих способностей? Нет. Есть люди... То есть эмоциональные, которые совсем жесткие, да и пара, и все. Может, извините? Нет, это не так. Вот у каждого человека, способный дышать, есть, питаться и заниматься сексом другим человеческим существом, имеет врожденный навык управления. Потому что что такое управление? Это корректный способ взаимодействия с другими людьми. Все. Вы способны шашлыки организовать? Это навык управления. Вы способны поесть? Это навык управления. Навык управления начинает с управления одним человеком с собой. Дальше это разделение функций просто идет. Все. Ну, во всяком случае, над этим стоит явно стараться, это явно стоит прокачивать. Интересно, вот какое количество людей мы сейчас в процессе вообще не изменили? Это тоже и поводит понимание того, что в управлении все-таки надо идти в интересный зал. Потому что это очень частая проблема, что я очень эмоциональный, я могу зажигать, могу програблять, могу куда-то наступать и так далее. А вот управление не мое. Тяжелая шапка, мономах. И, конечно, на это стоит прийти. Ну, как бы каждый человек сам выбирает. То есть мне для этого потребовалось, чтобы скорректироваться с реальностью, мне для этого потребовалось долг в минус больше 70 миллионов. Но это очень некорректно. Вы понимаете, что жизнь настолько грубая. То есть, представляете, насколько я закрыт и глухой, что только так я могу услышать сигналы внешнего мира. То есть, но если бы, наверное, мне об этом сказали, то, возможно, я буду более корректен в своем взаимодействии. Наверное, просто нет. После «Лолчика» у тебя остался «Сагун», в соответствии с которым ты уже стал развиваться, но уже в отношении. Я не партнер. Я долго не понимал, мой человек или нет. Могу ли я ему доверять или нет. Могу ли я... Сегодня ты гендиректор, а... Птичный исполнитель? Да, но в управлении, в чем клево, что ты всегда управляешь с кем-то, и это хорошо. Потому что, вот что я понял, что хорошим генералам нужно особое войско, чтобы им хорошо управлять. Нормальным генералам нужно любое войско, он любым может управлять. И поэтому нет идеальных людей. Всегда нужно задать себе вопрос. А я все сделал для того, чтобы с моей стороны было все корректно поставлено, чтобы людям рядом со мной было удобно. И, как правило, ответ нет. Как правило, люди рядом нормальные. То есть, как правило, вы свою функцию не выполняете. Вы свою роль. Например, вот функция владельца, стратегия. Да, что такое стратегия, феноменологически? Это дать компании цель. Цель на год. Цель, например, куда мы идем. Зажечь этой целью, самому зажечься, разложить ее в прибыли. Вот владелец, который не ставит задачу в прибыли по коду и по кварталу, не выполняет свой прямой супружеский долг по отношению к своей компании. Он не дает компании понимания относительно чего. Вы движетесь правильно или неправильно. Я что понимаю, что я не идеален и что большинство вещей лично у меня не получаются. Я вообще не идеален далеко и очень глубоко. И в этом моя идеальность и есть, как у любого человека. Но то, что меня спасает, это то, что я всегда замахиваюсь над большие цели. И несмотря на то, что я достигаю их так, как я умею, а все, что я могу, это достигать так, как я умею. Я же не могу достигать так, как я не умею. Все, что я могу делать, это двигаться, как я умею. Но двигаться, как я умею, по сравнению к чему? Если я двигаюсь, как я умею, к очень большой цели, то я так или иначе рано или поздно у меня начинает что-то получаться неизбежно вот это я считаю что вот люди не осознают глубину красоты этой мысли что если вы замахиваетесь на очень большую цель то рано или поздно что-то у вас всегда начинает получаться и это что-то она упает все остальное и вот например у нас когда-то была цель миллиарда все мы работали на нее потом уже полировка идет потом уже идет настраивание системы вот дать тексту отстояться поднимается нужно стояться компании нужно два-три года на то чтобы стояться чтобы знаете не нужно прийти в себя развитие это всегда баланс между большой целью и комфортом и кайфом от того что есть потому что и то и другое важно но если комфорта стало слишком много задач не хватает больших целей а что значит что нужна большая цель и знать что вам внутренне хочется уже себя поставить и у нас например задача следующая это выйти выручку миллиардов вот кроме шуток вот кажется как когда-то ты понимаешь что блин год это как бы ну это слишком то есть чем дальше от текущего момента тем меньше субъективное влияние обстоятельств на вашу цель то есть думаешь не на год ну вряд ли но три года это вот уже до хрена всего может произойти то есть и смог ведь что важно первое важно мозгу согласность то есть вот это самое сложное это смириться со своим потенциалом я же самое сложно для мозга это смириться с вашим потенциалом потому что ваш истинный потенциал тысячу раз больше чем то что у вас сейчас есть и могу это страшно мозгу страшно смириться с вашим истинным потенциалом потому что он тысяча раз больше чем то что у вас есть сейчас и для того чтобы помочь мозгу так как он думает о безопасности и это хорошо круто когда в семье кто-то думает о безопасности но одновременно надо сказать хорошо ты красавчик да ну давай сделаем большую стратегию тоже безопасной а как мозг обезопасивает все стратегии что это не завтра позднее завтра он говорит да ладно после завтра он может ему с этим легко согласиться что не завтра и мозг так ну что надо продать да это будет через три года я с этим могу согласиться мозг потому что много чего может произойти но на год мы поставим безопасную стратегию но которая ведет нас к большой стратегии и тогда все выигрыш душа выигрыши потому что она дух выигрыши потому что большой потенциал соединение с большим потенциалом и мозг выигрыши потому что на следующий год у него цель которая реально которую он понимает пусть народ будет реальность и но пусть она ведет большой тогда вы большую 100 кудов достигли понятно механика это круто Давай к команде вернемся. Кто сейчас в команде, какие отделы, как структуру выглядят? У нас есть продуктовые отделы. Продуктовые отделы – это те, которые приносят прибыль в компанию. Цех Метамархоза, например, это один. Цех Метамархоза, АДС. Цех Метамархоза – это одна группа продуктов. Там какой-то руководитель есть? Там руководитель есть и есть. Вторая МЗС. Сколько там в группе цех МЗС людей? Кого именно? Я не знаю, не могу сказать. Я взаимодействую с человеком, который за это отвечает, и с его рентабельностью. Я не знаю, как он там… Ну, может быть, это неправильно, я пока не знаю точно, но… Вот я понимаю, да, что мое взаимодействие… Вот это еще тоже важная мысль для меня. Мое взаимодействие – это не взаимодействие со всей компанией. Мое взаимодействие – это взаимодействие с пятью ключевыми людьми, не более. Я не могу, а на самом деле с двумя ключевыми, ну, у меня лично, это с двумя. Сейчас, может быть, будет с тремя. Но мне взаимодействие с этими людьми должно быть достаточно для того, чтобы управлять, ну, как бы генералом. Он же не управляет каждым, он не взаимодействует с каждым солдатом. Он взаимодействует с ключевыми людьми, с которыми он управляет. Аналитику вы делали самостоятельно, то есть это внутренняя структура аналитики или это… Внутри. Внутри компании. Сколько вы отделили аналитики времени? Ноль. Не знаю. Два. Два аналитики. Я опять говорю, моя проблема в том, что я не знаю до конца, сколько владелировали. Кто-то внедрял аналитику, это какая-то приглашенная компания или… Это было и так, и так, и так. Да? Селсфорс внедряли свое время, то есть? Да. Ну, сейчас, слава богу, мне кажется, внедрение сейчас таких вещей намного дешевле и быстрее. Ну, это круто. Ну, то есть вы миллион долларов. Да, вы миллион долларов, кстати. И типа они отметили нас как самое рекордно быстрое внедрение всего 6 месяцев. Но вы в итоге сейчас их не используете? Нет. Да, да, да. Но это же часть архоматизации. Часть архоматизации. Окей. Есть у вас какие-то вопросы про команду? Это весело, кстати. Я хочу сказать, знаете, в чем кайф в отделах продаж? Знаете, в чем кайф в отделах продаж? У кого нет сильного в отделах продаж сейчас? В чем кайф в отделах продаж, знаете? Отделы продаж – это то, благодаря чему вы можете делать в 5-10 раз больше денег. Вот в чем кайф в отделах продаж. Отделы продаж – это то… Отделы продаж – это круто. Потому что отделы продаж – это то… Потому что люди… деньги поступают в компанию когда кто-то их платит кто-то платит деньги когда кто-то побуждает человека заплатить деньги и конечно есть идея о том что автобинары всех спасут и всех излечат да и не сами насколько ценный продукт что он сами будут платить деньги но по факту пока на рынке такая практика люди продают люди покупают да и но вы можете получать супер прогресс то есть если у вас кстати если вы смогли сделать сервис где вы продаете автоматизированного респект вы крутой но другое дело что у нас было дело продаж 144 человек и сейчас у нас отдел продаж из 26 человек справляется с функциями лучше чем 144 это то что нужно сдать об эффективности как-то да может сделать намного более эффективно таким эффективно отдел продаж должен быть рентабельным вопрос из зала как собрали отдел продаж скажу честно как мы собирали на то чтобы вывести одного продажника мы обрабатывали роботов будет потому что хороший продавец всегда потенциально машины сервис и аферист Нормально. Полиграф это у нас внутри структуры есть или это приглашённая компания? Нет, приглашённая, как правило. Какие вопросы? Полиграф соответственно бережит адекватно, если там тысяч пять. Я не знаю точно. Нет, это нормально, всё адекватно, тоже нормальный полиграфист должен быть. Ну, понимаете, сидел ли он, есть ли судимости, понимаете, воровал ли он. То есть, ну, не бывает такое. Один час должен быть сейчас, сколько у этого часа? Один. Один час? Да, и Том на руку и... А сейчас у тебя в HR? Сейчас есть, помню. Ну, потому что мы... 150 тысяч рублей. Вот, мы поняли, что HR очень важен для нас, потому что мы поняли, что мы дальше... Наш ресурс — это наша команда. Я ненавидел людей, которые так говорят. Я ненавидел людей, которые говорят, что самое главное — следовать своим ценностям. Я считал, что они дедят все. Ну, красивые. А результат — это про то, что делают, да? Вот, делают. Ну, сейчас я говорю про команды, про ценности и про миссию. То есть, я стал тем человеком, которых я презирал. Построить такую команду, в которой людям бы хотелось работать. Это очень важно понимать, что кайфово, что люди очень разные. И что, знаешь, вот есть такое ощущение, что сотрудник — это недопредприниматель. Ну, есть такое выгнение, да? У некоторых людей и сотрудников, которые работают. То есть, если так считают владельцы, то это чувствуется как-то. А кайфово осознать, что на самом деле людям кайфово занимать очень разные роли. И кто-то более системный, и не всем нужны миллионы, да? То есть, справедливая оплата относительно вклада, который делает человек, справедливый — это очень круто. И кайфово, когда в компании есть разные люди, в том числе преданные. У нас очень преданная команда, реально. У нас команда, которая нереально любит то, что мы делаем. У нас команда, которая нереально пропитана миссией, которая будет на самом деле. Вот. И, конечно же, ей мы не уделяли должного внимания все это время. Ну, как бы, ну, все относительно, да? Но мы понимаем, что наш ресурс — это выращивание команды и себя в том числе. Потому что, когда ты выращиваешь команду, тебе и себя надо выращивать. Разделение, ну, например, с чего начинается разделение между проектами? Оно начинается с очень простой вещи. Вот есть ваша ежемесячная прибыль? Эта ежемесячная прибыль складывается из прибыли по направлениям. Это уже сейчас у вас так. И первое, с чего начинается управление — это разделить ту прибыль, которую вы заработали не выручку, а прибыль. Потому что у вас могут быть разные направления, может быть, направление с большой выручкой, но рентабельность там ниже. Вы берете прибыль свою ежемесячную и делите его у кого минимум два направления, которые вам приносят прибыль. Да? У вас уже есть система управления. То есть у вас первое, второе, третье. Но вы сейчас пока этим занимаетесь сами всем. Правильно? И первое, второе, третье. И первое вы разделяете у себя в голове на первое, второе, третье. Так называемое А, В, С анализ. Категория А, категория В, категория С. И смотрите, что у вас идет легко, что тяжело. Что у вас приносит много, что приносит мало. Где рентабельность высокая, где рентабельность низкая. И следующий шаг, который вы делаете, исходя из своей, вот первая задача, первая, это вы можете каждый из вас на листочке сделать. И на самом деле вот это упражнение, оно изменит вообще вашу прибыль полностью. Когда вы начнете декомпозировать, из чего по факту сейчас состоит ваша прибыль. Вы увидите, мы это называем врага внимания, что вы 80% времени уделяете 20% проектов, которые приносят вам мало прибыли и много геморроя. А то, что вам дает много результата и работает почти на автомате, вы туда не смотрите даже. Так распределено внимание, поэтому мы стабилизированы на той точке. Потому что если бы вы уделяли внимание тому, что и так легко растет, тому, на что мир вам говорит, это делай, мне это от тебя нужно. Если бы вы это уделяли, это бы росло. Когда вы увидели это распределение, сейчас эта мысль попонятна первая пока, да? Второе, что вы можете сделать, это планирование третьего. Второе, что вы можете сделать, это теперь, у кого есть минимум 2-3 человека в компании уже. Вот смотрите, берете и между этими двумя-тремя людьми распределяете руководство проекта. Ты отвечаешь за это, ты за это, ты за это. Вы также отвечаете за все. Но вы теперь делаете людей ответственных за эти направления. То есть вы назначаете, не вы теперь только всегда, проблема управления, это проблема вашего дефицита, вашего внимания. Согласны? Вы берете и назначаете за каждый проект людей, которые потенциально способны делать что-то, как-то и отвечать за прибыль. И когда люди начинают руководить этими направлениями, то есть влиять, то у кого-то это получается лучше, а у кого-то хуже, в этом радость. Сейчас, если хотя бы минимум 2 человека это делают, давайте так, если хотя бы один человек кроме вас этим делает, и у него есть фокус на это, это уже хорошо. Если два человека, вот это сейчас, вот это одна мысль. Если у вас два человека, один занимается первым проектом, второй занимается вторым проектом, то кто-то из них это будет делать лучше, чем другой. И это уже система управления, состоящая из трех человек, вы первый и второй. Все-таки какие ты считаешь, ключевые вещи помогли вам с Мишей не разъединиться, какие были кризисы, как вы их преодолели, что помогает реальному? Первое, мы порядочные люди, вот это очень сильно помогло. Что это значит? Это значит, что мы совершали тучу каких-то ошибок, но мы не совершали ошибок типа воровства, сокрытия платных, ну вот какие-то вот такие штуки, да, то есть они против нашей природы, это круто. Мы искренне стремимся развиваться, мы искренне стремимся к лучшему, и это очень сильно помогает. Третья штука, наверное, это… Ну, вы же ездите там на ТЭК, с ДЭС, мне бы ездить вместе. То есть какой-то такой совместный опыт проживания каких-то развивающих программ? Мы стараемся проживать, ну, вот как бы очень важно что-то проживать вместе, и еще такая штука, которая сохраняет партнер, что это когда вы можете легко сходить налево. Ну, партнер, что это позволяет вполне делать. Это должно нормально добряться с твоими партнерами, когда ты выходишь в этот проект, и ты реализуруешь себя, да, и это очень важно, то есть понять, что ты можешь, что ты… Потому что, если партнерство корректно, ты все равно к нему вернешься обратно, да, то вот иметь возможность… Это дает возможность понять, что ты можешь, кто ты без партнера. Потому что, когда люди рано объединились с партнерами, еще не понимая, кто они, то очень сложно разделить результат, где твоя заслуга, где моя. И вот выход и получение результата вне партнерства дает тебе понимание твоих способностей и твоей ответственности. И всех плюсов и минусов этой ответственности. Поэтому надо людей дать возможность их отпускать, да, дать возможность им раскрываться, и больше не требовать, а больше думать, потому что на первом этапе партнерства мы всегда думаем, как я могу сделать твою жизнь лучше. Давай еще радостнее сделаем ее. Как я могу сделать твою жизнь лучше еще? На втором этапе партнерства мы думаем, где, блядь, все то, что ты мне должен убрать. Вот так это меняется. И вернусь обратно к мышлению, каким я должен быть. То есть первое, создай себе вопрос, насколько сейчас вы комфортный партнерство от нуля до десяти. Я, например, когда себе эту оценку поставил, она не была очень высокой. Мягко говоря, да, я понимал, что да, у меня есть плюсы, да, я у нее действую, а у нее двигаться. Но я, то есть, какого хрена я обвиняю других людей, если я пока еще сам не оптимальный? Вот да, я себя оптимальным сделаю. Вот фокус, да, классный очень фокус. И когда я себя сделаю оптимальным, я улучшу и с человеком отношения, а как я буду улучшать? Я буду всегда думать, как я могу сделать твою жизнь со мной еще лучше. Реально. Я считаю, что это главный вопрос в отношениях. Что я еще могу для тебя сделать? Еще один вопрос, добавление к этому. Что я не слышу, что мне на самом деле надо услышать? В нашем взаимодействии. Понятный вопрос, нет? То к чему я слеп? Что я не слышу, что мешает нашему взаимодействию. Что если я уберу, то они выйдут на следующий уровень. То есть это такая забота о другом человеке, то есть меньше думать. Здесь очень важно уйти, не уйти как бы за забирание ответственности с другого человека. И поэтому для этого нужно уметь делать результаты и самому. Поэтому вот когда человек начинает принимать свою ответственность и начинает делать то, что ему надо делать, он перестает иметь других людей. Потому что когда человек имеет других людей морально, он всегда требует от них того, что на самом деле нужно ему сделать по отношению к себе. Например, партнер говорит, цель ставь, ты не ставишь цель, ставь цель, ставь цель, ты не ставишь цель. Это значит, ты не ставишь свои цели. На самом деле. То есть и ты имеешь мозг другими тем, что на самом деле тебе надо делать с ними с собой. Вот здесь вопрос из зала. Есть ли у вас партнерское соглашение с Мишей? Нет. На данный момент нет, но эта штука крутая и мы как бы… Окей. А пираты, складчины, соответственно, на каком-то этапе стали появляться сайты, типа «Молодость», «Козе» или еще так, да? То есть где полностью копируют и продают за тысячу рублей, за полтора тысячи рублей. То есть что вы делаете, чтобы этого не было и не решить ничего не делать? Нет, мы делали и делаем. У нас есть там, когда-то их было очень много, мы дали юристам, которых там закрывают, но они все равно как бы всплывают. И поэтому мы, ну как мы конструировали состояние безопасности, мы делали это так, что мы продаем не, как бы, ну, не знали, да, а мы продаем, вот, как бы, много всего остального в совокупности. Вот. И вот это в совокупности не купить за 500 рублей. И мы нормально относимся к тому, что многие из вас покупали пиратские версии, выросли и сейчас помогут прислать там деньги. Кто покупал пиратские версии? Кто пиратские когда-то пиратки покупал? Никто не знает. Нет, есть, есть такие люди. Ну, как бы, люди это делают. Можно сказать, что это наш выносной отдел продаж. Нет, ну просто это прикольно, потому что стали продавать, ну, как бы, то же самое, да, в кавычках. Тот же контент за 1500 рублей вместо того, что там, 40000 рублей хватит. И продажи по нему валили, ну, то есть вообще не поменял. То есть, наоборот, даже как рекламная компания. Мы продаем, потому что мы продаем другой продукт. Мы продаем результат. И все, что человек к этому результату приводит, мы не продаем. По крайней мере, мы не умеем пока эффективно продавать знания. Это отдельное искусство. Мы умеем продавать свой продукт. А наш продукт – это изменение жизни и мышления человека. И мы это делаем. Это сообщество, это тусовка, это энергия, это атмосфера. Это сообщество для нас – это часть. Мы продаем кардинальные изменения образа мышления и поведения людей. И это мы умеем делать. Это мы умеем. И мы это делаем профессионально. И каждый, кто прошел, он меняется навсегда. Это мы продаем трансформацию. Это мы продаем трансформацию, да. Смотри, конкуренты. То есть вы начали развиваться, стали появляться разные люди, которые стали вас копировать. Некоторые из них стали большими. Лайки, например. И повлияло ли это на вас с точки зрения выручки, продаж, более всего как с конкурентами? Или у вас такой вектор на уникальность? Ну, чуть-чуть тему конкурентов давай закрываем. Я считаю, что конкуренция, как бы, когда ты один, ты боишься потерять власть или еще что-то. Потому что плохо, хорошо, когда вы маленький. То есть плохо, когда вы маленький. Никто вас не понимает, не знает, сложно управлять. И плохо, когда вы большой. Страшно потерять это. И то, и то плохо, и то, и то хорошо с другой стороны. И конкуренция, она позволяет, во-первых, мы стараемся сотрудничать. Мы делаем вместе сейчас национальную премию. Немалый бизнес. Мы, Синергия, Like, Blackstar, Папашу, министр экономического развития Орешкин, амбудсмен, Бабарис Юрьевич, кто вместе объединились. И наша задача – общее развитие предпринимательства. Мы к нему делаем премию. И просто общаемся, разговариваем друг с другом. Например, я бы очень не хотел… Вот знаешь, такую байку рассказываю про какую-то компанию, что на рынке важно быть либо первым, либо вторым. Вот это Михаил Кучмент говорил. И это очень круто. И первое. Быть и первым, и вторым – это очень выгодно. Первым – потому что ты лидер, тебе нужно наращивать… как бы… как это… преимущество, да, свое. А второй – потому что постоянно бежишь за первым. И Михаил Кучмент рассказывал про такую компанию, которая вечно была второй. Она научилась так работать, что давно уже стала первой, но продолжала считать себя второй. И мне это очень понравилось. То есть, они давно стали первыми, но продолжали действовать, как будто они вторые. И это, блин, это вообще круто. И поэтому нужно быть либо первыми, либо вторыми. А лучше быть и первыми, и вторыми. Например, мы первые в продукте. Хрен доходишь. Попробуй. Ну, сложно. Бросай вызов другому человеку. Сделай, попробуй. Давай. Я вот немножко дополню здесь. Меня вот доходят ваши примеры, потому что чисто со стороны выглядит, что вы идете вот путем такой уникальности. То есть, можно идти путем, и так люди некоторые идут, такой, байки с конкурентами, я буду круче, я лучше, я его там замочу и так далее. Не будем. А-а-а. 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 И, соответственно, это один подход, подход войны. А есть другой подход, это подход уникальности, когда ты в свой продукт вносишь такие элементы. Ну, в образовательных продуктах такие компании называют, замечательно называть сектами. То есть, чем больше ты секта, тем больше ты особенный, и тем меньше у тебя возможности что-то украсть, скопировать, там, с тобой сконкурировать. То есть, вот эта вот уникальность или сектанство в образовательных продуктах, это очень крутая речь. Потому что, ну, ты прямо становишься такой единицей мощной на карте. То есть, и вот это… Это безопасно. Это безопасно, да. И безопасно с точки зрения того, что это… Ну, есть ведь, ну, страх, что от него будут, да, что-то или там уведут. Там, если вы делаете трафик, что кто-то дальше делает то же самое. А вот достичь такого уровня, после которого уже не страшно. Потому что невозможно. Мой стиль невозможно скопировать. Это нужно всю мою жизнь прожить. И это всегда со мной. Когда надо, я всегда куда угодно приеду и заработаю пару миллионов рублей от независимости. Есть у меня компания, нет. И в этом смысле я всегда в безопасности. И я строю свою компанию, но закладывая, что этот навык всегда при мне. Ну, и как бы это круто. Но не только это должно быть. Но если это есть, то это очень хорошо. Но это часть. Да, но у тебя в компании, ты сам же и эксперт, бывают компании, которые там человек больше управляет, и там будьте экспертом, например, какая-то компания. Это значит, что его продукт – это его способ взаимодействия с экспертами. И он должен быть в этом лучше. У каждого есть свой продукт. У кого-то просто продукт – это точка взаимодействия с конечными клиентами. А у кого-то его продукт – это его способ взаимодействия с экспертами, например. Да, это тоже продукт. И если ты делаешь такой продукт, то ты должен их работать. В любом случае, мне очень нравятся как раз образовательные проекты и онлайн-школы тем, что здесь довольно просто создать уникальность. То есть добавив ряд элементов из каких-то смежных ниш, может становиться уникальным. Чем больше ты вкладываешь в сообщество и формируешь вот этот вот костяк людей, которые просто прикольно кайфовы друг другу общаться, и наполняешь его, но ты больше идешь в сторону какой-то сектанства, добавляя элементы идеологии какой-то, но у вас же есть идеология. Есть, конечно. Вы создали какое-то определенное пространство. Конечно, БПМ – это уже секта, и это в хорошем смысле секта. Это такое некое уникальное пространство, уникальное сообщество, и это крутое направление, куда надо развиваться, и тогда конкуренции никакой не будет. А какую роль ты считаешь, она твоя в бизнес-молодости? То есть ты… Я где-то видел, а, в интервью… Ты когда-то, что ты артист, да? Ты больше управленец или ты больше ток? Конечно, главная функция – это… Если так разделить нашу роль, да, то есть кости и мясо. Вот что важнее – кость или мясо? Вопрос важнее, вопрос… Вот я костик, я костик, но, как правило, был костями, то есть архитектура, архитектура продукта в том числе, а архитектура… Я структуризирую так или иначе. Вот это у меня получается. Я думаю про образ продукта и того… То есть я создатель методологии того, как человек проходит… В конечном смысле методологии, но и методологии бизнеса тоже… Это тоже есть. Поэтому… Мне кажется, что вот… Моя роль, она в том, чтобы создавать такой прообраз будущего продукта и вообще, каким он будет в нашей… Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать ещё. Как правило, для того, чтобы сделать очень большой результат, его нужно сделать по-другому, чем ты делал до этого. Но не совсем по-другому, то есть не радикально по-другому, а добавить к тому, что ты делал, новые составные части, которые раньше не было. То есть если ты будешь просто через усилие делать то, что делал раньше, это не будет принципиально новый результат. Поэтому я допускаю сильную трансформацию своей гипотезы. Но даже когда я в сильную трансформацию, у меня есть всегда три гипотезы, в которые я иду. И для этого автоматизация основной компании, и оффер, и воронки, и трафик, и выращивание просто того, что работает сейчас. Это и IT, и выращивание этого, это и акселерационный клуб, инвестиционный внутренний, это и взаимодействие с государством, и выход на мир. Пять гипотез у меня как минимум, и я собираюсь делать все из них. Клик Дьвич. Клик Дьвич. ОК, это и первое. Эффективное число, и массажное прибороохина, и еще один мастер. Иг Rowan-пропрогенческий адрес. Уп depending, какие новое такое, интернет, следую. Упределить. Причём на сегодняшний день? Упределить. Продолжение следует...